Ну, всё начинается с головы. Говоря о моей голове, 32 года, и я думала, что я очень даже с ней дружу, такая вся смышлённая, столько подруг вокруг, столько примеров, семья, воспитание, чьи-то советы. И как бы в призме этого я думала, что я справлюсь с задачей построить личную жизнь, плюс внешние данные, плюс круг общения. Ну, в общем, всё как бы ничего не предвосхищало беды. И вот годы шли, и из года в год мне только добавлялись в копилку какие-то разочарования, выводы, обиды, кто себя узнаёт, у кого за плечами есть отношения, или какие-то боли, или какие-то неоправданные ваши собственные ожидания, которые, возможно, вы сами навешали на человека, а, возможно, он вам что-то обещал, вы поверили. Вот кто сегодня, ответьте, пожалуйста. Лайков вижу очень много, можете просто плюсик поставить. Переживал или переживает, что устал. Устал, что разочаровываешься, устал, что твоё мнение о человеке вначале лучше, потом оно постоянно портится его поступками, его словами или бездействием. Да, я вижу много плюсов. Да, и замужних это тоже касается. В первую очередь есть такое понимание, как начало отношений, как и конец. Да, он может быть через 50 лет конец отношений в супружеских парах счастливых, но очень сильно давит то, что всё должно быть идеально. А с диснеевских мультиков на случай тому, как девочка влюбилась, нашла своего принца, и вот они женятся на такой волне, прекрасно, всё заканчивается. Очень много говорится о том, вокруг информационного шума, рассказов о том, как начинается любовь, как начинаются отношения, как начинается брак. И очень мало где говорится о том, как он должен заканчиваться. И у нас становится тема внутри нашей головы, что у нас всё должно прекрасно начаться, и тогда всё будет хорошо. Это далеко не всегда так. Если люди, создавая бы семью, думали о том, как бы им красиво всё закончить через 50 лет, если бы у них цель была бы на отношения дальние, если бы они всё больше представляли их счастливую совместную старость, а не яркие страстные отношения, пока они молодые и только начали быть вместе, то эта взаимная цель, дай бог, если обоюдная, она бы вела людей в браке, к сохранению отношений и к, скажем так, приумножению чувств, набора чувств разных, я сейчас не просто о страсти, потому что взаимоотношения, они могут как бы немного трансформироваться, и они бы все были направлены в сторону, наш конец должен быть ещё лучше, чем наше совместное начало. Кто так думает? Никто. Я так никогда не думала. Я всегда смотрела в начале, как он здорово ухаживает, как он познакомился, как всё происходит. И если мне вначале нравилось, то завернить. Потом начинается, проходит период, и начинается в человеке что-то раздражать, что-то разочаровывать, что-то ты видишь, что он не вытягивает. И ты как бы начинаешь с самой высокой точки, с пиковой, и хочешь, не хочешь, ты начинаешь сходить вниз. И у многих по этому отношению, когда они поворачиваются назад, они говорят, «У нас было вот так, а теперь хуже, ну всё, пора расходиться». То есть, ну, или там, не расходиться, но пора делать выводы, что всё плохо. Это так не работает на самом деле. Нужно иметь ориентир на конец. На конец отношений. А конец отношений – это значит переход в семью. Конец семейных отношений – это переход в иной мир, глубокой старости, дай бог. Вот. Я никогда так не думала. Я всегда думала, судила поначалу. Кто из вас судит поначалу? Скажите, пожалуйста, вот у кого вот отношения должны начаться хорошо, а потом ты сразу чуть что-то как… Уже столько раз в день не звонит. Ага, столько комплиментов не делает. Ага, добился меня. Вот все подружки мне сказали, он меня добился и уже подрослабил булки. Ну, по-русски это так звучит, да? Ну, ты смотри, ты его это немножечко… Давай сейчас нервы ему потрепишь, пусть он поревнует, пусть он понервничает, пусть он тебя поищет, а то что-то расслабился. Положите трубку всем этим подругам. Это не есть правильные советы. Это их реальность, их опыт, который они пережили и думают, что у вас будет все точно так же. А что если этот человек, мужчина, муж, ваш парень, ваш ухажер, неважно, изначально настроен к вам хорошо? И что если на данный момент у него нет никакого плана слинять или использовать тебя, исчезнуть, или изменять тебе, или развестись? Что если он к тебе по-прежнему, как вначале, относится прекрасно? А ты начинаешь все больше и больше мутить воду в ваших отношениях, лишь потому что он, как посчитали твои подруги, недостаточно трепетно уже на тебя реагирует. Дорогие девушки, есть прекрасные методы в мужчине вызывать желание быть более трепетным к тебе, быть преданным тебе, не изменять, быть щедрым. Есть, правда, они существуют. Но это не манипуляции. Я прямо просто слезно умоляю перестать вот эту вот просто, я не знаю, манипулятивную историю в отношениях прекращать. Я знаю, что женщины это очень любят, но это не рабочая схема. Вы собственными руками хороните отношения. Что если вы бы были бы человеком, от которого зависит климат в отношениях? Представьте, когда вам кажется, что у вас что-то, ну, скажем так, что вы начинаете подозревать мужчину в чём-то, или вам кажется, что он уже не такой, как был вначале, да, вот когда ты такая понимаешь, а он на неделю пропал, как говорится. Задавайте себе вопрос, какой бы я была, если бы моего подозрения, что он там меня разлюбил, или изменяет, или ещё что-то не существовало, как бы я себя вела? Иногда от того, что мы проходим сквозь тучу, которую нарисовало нам наше сознание, просто проходим сквозь, будто она нас не касается, то эта туча не остаётся в наших личных отношениях вовсе. Понимаете? То есть ты просто задаёшь себе вопрос, как бы я себя вела, если бы я не была сейчас на него обижена, что он там, ну, не предложил меня там подвезти, например, там, с института домой, или встретить с аэропорта, или вот на день рождения он бы мне подарил подарок, там, покруче, или тот, который я жду, или более красиво подарил. Мы женщины, нам ещё не просто подарок, а чтобы ещё подарили определённым образом важным. Что если, если бы не было моей мысли такой, как бы я себя вела? Тут часто нам не хватает смелости вести себя как человек, лишённый вот этих вот, да, претензий, обид и подозрений. Мы боимся, что если мы сейчас тут же не среагируем, что дальше будет ещё хуже. На самом деле, когда вы обижены, или сами себя там уговорили, что он вообще ведёт себя как негодяй, вы находитесь на эмоциональном пике. Вами движет негатив, вы излучаете негатив. Даже если вы спросите у человека, который час на улице, он почувствует, что вы есть негативщина. Поэтому, если вы в таком настроении, своему мужчине, начинайте, излучая негатив, потому что вы его чувствуете, у вас выводы, да, получились, накрутила себе выводов, и вот заряжена этим негативом, ты начинаешь ему высказывать. Как мудрая женщина, ты говоришь себе, так, я сейчас не буду показывать, что я обижена, я сейчас спокойно скажу. У кого-нибудь получалось в итоге спокойно построить разговор? Ну вот просто поднимите руки, может, такие существуют в природе. И вот у меня никогда не получалось. Каждый раз, когда я пыталась сделать вид, что я не обижена, это не работало. Это чувствуется, даже если ты молчишь. Поэтому, есть такой, один из методов, да, как быть для мужчины, всё-таки необыкновенно классной женщиной. Это разборки по тем вещам, которые вам показались, пока ещё показались, да, что не дотягивает он в чём-то. Делайте обязательно в нормальном настроении, а значит после. Коко Шанель как-то говорила о том, что умение не устраивать истерики, когда плохо, и обидно, и показывает, какая женщина на самом деле. Разразиться в скандал, много ума не надо. Поэтому рекомендую сперва приходить в себя, а потом, а потом общаться с мужчиной. Говорите себе, а что если этой бы мысли не было у меня? А что если этой ситуации или вот сейчас поступка не было бы? Как бы я себя с ним вела? Иногда мы тем, что не выказываем сопротивление, например, он специально что-то сделал. Окей. Сам специально, вот чтобы тебя задеть. На каждую силу действия есть противодействие. Если вы перестанете, да, не входите в эту борьбу, а такая, хорошо, окей, да, ладно, то желание бороться, сама ситуация борьбы, она рассеивается. Это как, когда ты хочешь поругаться с мамой, условно, которая тебя очень сильно любит, да, и простит, и примет в любом состоянии. А ты такая, я с ней поругаюсь, а мама с тобой не ругается, она любит тебя абсолютно. Ну, да, или что бы ты там накосячил, не накосячил, что бы она тебе не сказала, она любит тебя, потому что она твоя мама. Ты можешь с ней, как-то от нее одолиться, но она любит тебя, да, я про классический. Вот так же с мужчинами, если ты относишься к мужчине с точки зрения абсолютной любви, вот что это мой человек, я не знаю, что будет завтра, сегодня это мой человек. Если ты относишься к нему с такой великой добротой, ты не заметишь, как ваши конфликты не будут развиваться, они будут рассеиваться, его желание даже конфликтовать, ведь манипуляторы есть и среди мужчин полно, которые любят вот это, появиться, исчезнуть и так далее. Это тоже их способ вызвать к себе дополнительную реакцию. Но если ты остаешься в это время адекватной, любящей, в эти игры, так, три звонка, он мне, потом я два молчания, потом я три гудка туда, не заходите в эти игры, вы в них заблудитесь сами, вы просто профукайте действительно близкие отношения с человеком. Нужно по-другому себя позиционировать. И опять же, говоря о моей истории, да, я обещала о ней напомнить. Когда я только познакомилась со своим мужем, и тогда ещё вроде как ничем не пахло, я была настолько с ним адекватна и прямая, я вообще не пыталась им манипулировать, я не пыталась из себя строить то, кем я не являюсь. Я была суперестественной, честной и уверенной в себе. Он прямо видел, что я не пытаюсь за него схватиться, как за последний спасательный круг. Поймите, мужчины это считывают. Когда ты на мужчину смотришь, как на спасательный круг, как на мужчину, который должен решить все твои проблемы, поднять тебя на новый социальный уровень, закрыть твои финансовые потребности, защитить тебя, там ещё что-то, ещё что-то. Если ты вот с такой рукой попрошайки, да, твоей, я вот сейчас вот вещи буду назвать, может быть, грубо, но по смыслу это называется своими именами. Если ты изначально из позиции, что тебя нужно сейчас от чего-то спасти, то получается ты на мужчину, которого встречаешь и с кем общаешься, смотришь снизу вверх. И это начинает очень быстро чувствоваться. Что будет потом? Мужчина тоже начинает разговаривать с тобой, вести себя сверху вниз. Логично? А нам всем это очень не нравится. Мы таким хотим быть женщинами-королевами. В смысле сверху вниз на нас? Но вы поймите, женщина-королева это женщина самодостаточная. И это не вашими счетами в банке исчисляется, не вашей красотой, не что у вас там весы показывают, не этими вещами. Это ваше состояние внутри. Так вот, когда я встретила своего мужа, хотя у меня не было к тому моменту ни одной причины логической, чувствовать себя уверенно, у меня не было мужа, у меня не было квартиры, у меня не было стабильной работы, у меня было 32 года, у меня не было детей, и все это, казалось бы, должно было очень давить мне на голову, правильно? Как было раньше, кстати, до момента работы над собой, изучения определенных знаний. Но я пришла в то состояние, когда я чувствовала сама себя, самодостаточность с точки зрения «я божественный ребенок, у меня все есть, будущее благополучно, мир изобилен, у меня все будет хорошо, мне вообще не нужен никто, чтобы меня спасать, я выберу человека, с кем я готова разделить свое благополучие». И когда ты в такой позиции общаешься с мужчиной, как женщина самодостаточная, вот изнутри, как стержень, не сталь, да, а именно просто рог изобилия, и он приходит такой «блин, да она офигенная, а как бы мне еще подпрыгивать так, чтобы ее уровню соответствовать, чтобы она меня за забором вообще заметила, и чтобы она хотела быть со мной». Вот что такое женщина в ресурсе, вот что такое женщина в состоянии королевы. Это не про деньги, и это не про внешность. И почему вот у какой-то подруги, да, вечно ухажеры из богатых семей, или там сами обеспеченные, а у другой подружки там ухажер там на метро, дрова и так далее. Почему? Почему всегда так? Потому что уровень соответствия у одной девочки, уровень внутреннего соответствия с другой, он разный. У кого-то кто-то только с Абрамовичем может быть ходит на свидание, и это тоже внутренний уровень соответствия этой женщины. Кто-то перебивается с копейки на копейку и думает, как за своего парня закрыть кредиты. Это тоже уровень внутреннего соответствия. И всё идёт оттуда. Что это значит? Что если вы повышаете свою собственную внутреннюю планку, уровень мужчины рядом с вами имеющегося или того, кого хотелось бы свою жизнь привлечь, будет расти по-любому? То есть другого быть не может. Я сейчас не представляю, что рядом со мной будет какой-нибудь человек с мышлением малолетки, абсолютно неосознанный, несерьёзный, без каких-то амбиций, без каких-либо достижений, без каких-то интересов, который ничего из себя не представляет, ничего не хочет даже добиться, ничего для этого не делает. Я не представляю. Он ни плохой, ни хороший. Я лично не представляю такого рядом. То есть мне неинтересно будет. Вы мне миллион евро давайте ежемесячно, чтобы я с таким человеком пообщалась. Мне это не будет интересно, потому что внутри меня соответствия этому уже давным-давно нет. А если я себя вспомню в 16 лет, а если они крутыми? Почему? Это мой уровень мышления и соответствия говорил. Так это происходит. Поэтому в первую очередь важно повышать свой уровень соответствия, свое качество внутри себя. Какая-то. Потом еще хотелось бы очень сказать про измену мужчин. Много было запросов, что вот мне изменяет, мне изменял мужчина, как пережить измену или как мне дальше жить с этим, как не верить другому, не накладывать на нового человека старого опыта, совершенно правильное мышление. Каждый раз, переходя из отношений в отношения, у нас складывается опыт. Опыт формирует наше мировоззрение и нашу систему. Мы считаем, что когда мы встречаем какого-то человека, что сейчас я с высоты полета своего опыта, плюс советов окружения, может быть, кто его слушает, кто нет, я сейчас буду разбираться с этим новым человеком. Я по старой системе ценностей буду воспринимать его слова, его действия, его бездействия. И ты к человеку изначально относишься с таким легким прищуром. То есть мы сейчас оборотную сторону. Первая сторона это когда мой спаситель спаси, помоги меня, вытащи меня из того места, где я нахожусь сейчас. А второе это когда так, я знаю, вы все мужики одинаковые, и тот меня предавал, и этот предавал, и ты предашь. И ты начинаешь человеку, что бы он ни сделал, всегда видеть такую, знаете, подковырочку. Сейчас я найду подковырочку. Да это, наверное, сейчас такое. А потом он проявится. И человек до последнего не готов открыться, то есть девушка, не готова открыться мужчине, и ему становится неинтересно биться в эту полузакрытую дверь, в эту какую-то стену. Постоянно он должен что-то доказывать, как будто соответствовать, доказывать, что я нет, не такой. Иногда он осознает это, и у вас могут быть прямые диалоги на этот счет. Иногда он не понимает, что происходит, но он сам начинает вести себя так, как будто он должен что-то тебе доказать, вам понравилось бы, если бы каждый раз на нас как-то свекруха вредная вот так вот устанет, ну-ну-ну, сейчас я посмотрю, когда случится твой первый косяк. Господи, сбежать прямо сейчас. поэтому думайте о том, что вы вообще мужчине транслируете. Теперь по поводу бывшего опыта. Пространство устроено таким образом, что оно постоянно нам зеркалит все то, во что мы верим сами. Если вы начинаете отношения с мужчинами с позиции, что этот всегда изменял, и тот всегда и подруге изменяет, и этот не изменит, жизнь постоянно вам будет транслировать, что твои убеждения правильные. Мне задают часто вопросы, а Милана, вот что ты думаешь об изменах, а если тебе муж изменит, как ты там себя поведешь, или еще что-то. Я не наивная девочка, далеко, я знаю сотни примеров, нет в моей реальности, что мой муж будет не изменять. У меня просто этого нет. Есть в вашей реальности, что ваш муж станет геем, а ведь сотни миллионов людей стали геями в какой-то момент. Вот у меня нет этого. Вот точно так же с изменами. В моей реальности этого не существует теперь, потому что я так считаю, я так проекцирую. Все в жизни может произойти, и голубыми становятся, и изменять, и бросать, все в жизни бывает. Но еще есть миллион вещей, которые бывают жизнью. Ничто заранее к ним готовится, каски надевает, и сидеть каждый день, когда он пришел на полчаса позже с работы думать, что это что-то из миллиардов с ним сейчас происходит. Даже мысли нет этим заниматься. И друзья, это не про наивность, это не про то, что я не хочу заглядывать реальности в глаза, это про то, что я не надеваю на своего мужа, что такое ему дозволено делать. Да, девочки, именно вы надеваете на своих мужчин, что им дозволено такое делать. Когда вы допускаете в своей реальности, что это норма, что это бывает, что мама так жила, и вот никто нормальный за это даже не разводится. Не допускайте, не надевайте на реальность ваших мужчин это. И вот опять я сейчас немножечко с темы на тему скачу, потому что сто вещей за день сделала, вообще переживала, что не опоздаю на эфир. Так, мысли скачут, много чего хотелось сказать, а то даже эфир вести, но продолжим. По поводу измены. Есть порядка, в классической психологии, порядка 30 способов самозащиты. И измена относится к одним из в том числе. Это способ психической защиты человека. Защита от чего? Иногда не конкретно от вас. Защиты от жизни. А вдруг там все скажут, что я лошара, вот такой подкаблучник, я и верен. А вдруг если я буду ее в рот смотреть, я перестану ей быть интересной, она сядет мне на голову. Она полюбила детей в разы больше, чем меня и больше для меня не старается. Пойду-ка я изменять. Человек может не осознавать мужчину, что он движет, но это его способ психологической защиты от тебя. Он пытается таким поведением, конечно же неосознанно, поверьте, он не ради вас это делает, но таким поведением он защищается от того, что встало с вашими отношениями. Почему? Многие женщины начинают приходить в такую женщину-воспитательницу, мамашу, которая все лучше всех знает, обязательно ему об мужчины? в это время. Есть сотни женщин, которые сами своих мужчин уложили на диван, потому что они превратились в мамаш, воспитательниц, может быть, в какой-то карательный орган. И с мужчины сняли обязательство решать самому. Каждый мужчина спасатель внутри самого себя. И если ты на него смотришь с восхищением, если ты его постоянно хвалишь мысленно, глазами, каким-то взглядом его где-то провела, он что-то рассказывает, а ты его сама с интересом слушаешь, а не вот так, блин, в инстаграме фотку бы запостить, я здесь плохо вышла. То есть когда ты начинаешь своему мужчине давать эту энергию поддержки, он рядом с тобой растёт. Если ты начинаешь становиться его мамой, ты думаешь о том, как много ты впахиваешь на него и не получаешь в ответ. Твоё недовольство растёт, он превращается в недомущину. Итог, все несчастны. Оставляйте мужчинам их место. Это очень важно. В моём случае как происходит? Я как-то поделала практику, кстати, вы тоже можете попробовать вдвоём. Возьмите подружку, который вам честно всё расскажет. Проверите, как это работает на себе. Вы встаёте вдвоём с подругой, она рассказывает вам какое-то дело, которое хочет открыть, например. И вы идёте с ней с одной точки комнату в другую и про себя думаете, блин, да это фигня, у неё не получится, да она там не имеет на это компетенции, да сейчас такой рынок, кризис на улице, не получится, не получится, не получится. Просто про себя вы прям начинаете её не опускать, но в неё не верить. Просто думаете об этом и идёте вдвоём. Вы увидите, что эта подруга почувствует разницу, как обратно. Вы идёте или про себя вы думаете, боже, какая классная идея, она такая молодец, я в неё так верю, у неё всё получится, у неё будет всё прекрасно, круче, чем она ожидает, она такая классная, потрясающая. Просто попробуйте, у кого двое людей после эфира, не сейчас, пройдитесь молча. Даже не называйте, когда ты хвалишь, а когда ты наоборот не веришь. Вы увидите, какую разницу ощущает человек рядом с вами. Представьте, какую разницу ощущает ваш мужчина. И есть ещё третье проявление, это пофигизм. Мне пофиг, чем ты там живёшь. У тебя свои занятия, у меня свои. Можете в третий поход с подружкой пойти, просто думать о своём. Вообще не думать о ней, думать там о чём-нибудь, о своём инстаграме, не знаю, о своём новом платье. Вот. Поэтому, господи, успокойтесь, что за сплетники там набежали. И те, кому это интересно, вы меня слушаете или что? Поэтому попробуйте три вот этих варианта. Пусть ваша подруга подумает о вас плохо, о вашей идее нейтрально и верит в вас и хвалит. Вы заметите разницу. Поэтому сразу представьте, что вы, лично ты, даёшь своему мужчине рядом. Если ты этого не даёшь, то рано или поздно у него найдётся кто-то рядом, который это чувство ему даёт. Потому что мужчине это необходимо. Либо он скатится вниз и будет такой, ну, мужчина со средними показателями. Это очень работает. Можно комментарий отключить, а то тут он два. Ну, если вам мешает, не знаю, мне пофиг. Хотите, я отключу. Так. Это про поддержку мужчины. Что-то ещё хотела сказать важное. Про пионы у меня, кстати, спрашивали, знает или нет. Создать марафон «Гармоничная женщина». Ну, вообще-то у меня есть марафон «Гармония жизни». И я к нему записала два вводных урока, которые будут без оплаты. Их смогут посмотреть все. Это будет попозже. Ждите в конце февраля. Будет такой пост. И сможете посмотреть эти уроки. Вот. Поймала мужа на том, что зажимался с девушкой в кафе. Ужасно расстроилась. Так. Что сделала после этого? Хотите со мной в эфир? Вот я готова с вами разобрать вопросы прямо из вашей жизни. Хотите? Это мило. Если вы готовы выйти в эфир, мы можем это обсудить. Поймала мужа. Вот кто бы как себя повёл, если поймал бы мужа в кафе, а зажимался с другой. Так. Что ещё тут было интересного? Ага. Да. Как принять мужчине какие-то поступки, которые не нравятся? Кто готов выйти в эфир, кидайте запрос. Я могу вас вызвать. И пообщаемся. Как вообще происходит терапия на ходу. Ой, вот тут ещё один вопрос. Расскажите, пожалуйста, если девушка интересная, самодостаточная, красивая и успешная, но нет мужского внимания вообще. Супер вопрос. Хочу на него ответить. Теперь про самодостаточных женщин. Сам по себе мужчина – человек-спасатель. Вот эта вот мода на самодостаточность совершенно начинает делать наше общество какой-то просто… Мужчины превращаются в женщины, женщины в сторону мужчин, и один сплошной какой-то средний пол. Это успешное и самодостаточное может быть настолько транслировать, что «да мне никто не нужен, я не готова делиться своим внутренним светом ни с кем». Нет такого мальчика, который заслуживает, чтобы я в него вложила свои силы, эмоции, свою веру, свою энергию. Я вот на свои проекты пойду повкладываю, я на свою внешность повкладываю, я там родственникам помогу. Ну, никакого мужчины я заряжать не намерена. Если у вас стоит внутренний блок, типа «нет, здесь лавочка закрыта», зачем вы мужчине нужны? Вот такая вот вся крутая, красивая, самодостаточная. Зачем? Вы поймите, у мужчины есть определенные чакры, которые дающие у мужчины, а есть чакры, которые дающие у женщины. Если женщине мало любви, мало доброты, мало легкости, ей мало что дать сердечной чакре. Мужчина сердечная чакра принимающая. Когда наша... Я делиться не собираюсь, то ты такой, как сухарь. Вы знаете, это как, допустим, богатый ухажёр, который не собирается на тебя и копейки потратить. Вот просто все женщины меркантильные вечно меня пытались использовать, и я не собираюсь на тебя тратиться и вообще вот на метро доезжать до шикарного ресторана, и я тебя жду. Вам понравится такой мужчина, который заведомо не готов с тобой делиться тем изобилием, который у него есть? Вот честно, девочка, вам понравится такой мужчина? Вот. Поэтому важно быть... Господи, всё, ладно, придётся заблокировать, потому что отвлекает человек остальных. Поэтому те, которые вот такие самодостаточные, очень крутые... А, ещё один важный момент, почему это может происходить. Кстати, я тоже с этим сталкивалась на своём примере. Есть к этому склонность. Это когда женщина начинает становиться достигатором. Мы ставим себе 1500 целей. Сейчас я хочу вот это, ещё вот это, ещё я миру себе, маме, там, смотря, кто вас заложил в эту программу, что нужно что-то кому-то доказать. Сейчас я докажу, какая я офигенная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алло. Ну что, я решила сделать ход конём и добавить вас в эфир. Я не знаю, кто вы, но выходите. Hello. Вы в эфире? Так, сбежала, сбежала. Хорошо. Ну что, кто готов выйти со мной в эфир? Давайте разберём ситуацию по-женски. Здорово. Хотите? Если я могу быть кому-то полезной, то с удовольствием. Алло. Здравствуйте. 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 Очень приятно познакомиться. Меня зовут Заряна. Очень приятно, Заряна. Спасибо за вашу смелость и готовность выйти в прямой эфир. Я надеюсь, нас поддержат наши, те, кто пишет комментарии. А вот лайки полетели. Заряна, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет, ты замужем, ты в отношениях, как вообще дела? Ну, у меня стабильно всё хорошо, я не замужем, я в отношениях, мне 20 лет. Меня хорошо слышно? Да, мне очень хорошо слышно. Девочки, вам слышно? Красивая, какая? Да. Ой, спасибо. У меня просто что-то сейчас, интернет пропадает. Давай обсудим, что бы хотелось бы подправить или удержать. Есть какие-то страхи или недовольства в жизни? Ну вот, есть такой момент? Да, есть момент, то есть у меня сейчас, мой мужчина, который, с которым я нахожусь, он старше меня, и то есть начало наших отношений, вот как говорится, оно было не само, не из прекрасных, не было вот это, ну, букетно-цветочного периода, то есть, если честно, вообще, ну, всё было не очень. И тогда он мне изменил, и я, по сути, ну, я прям не видела, как он это сделал, но, то есть, я просто не хотела это видеть. Потом он очень сильно долго и много приселил у меня прощения, и вроде бы я просила, но всё равно у меня как-то остался такой осадок, и я не знаю, нужно мне это или не нужно, то есть, я не могу. Я не чувствую, я не доверяю ему на сто процентов, хотя он говорит, что он изменился, но я не знаю, мне не верится. А как ты чувствуешь? Я чувствую, просто я работаю в туризме, я чувствую, что этот человек сейчас для чего-то мне дан, для того, чтобы, может, я стала лучшей версией себя, чтобы я приобрела какие-то качества, то есть, чтобы я ещё прошла какие-то уроки. Ну, в нашем общении, то есть, этот человек берёт, у меня очень много энергии, когда мы там общаемся, когда мы приводим вместе время. Ага, так. И это хорошо, что он у тебя пишет. Можете, пожалуйста, ещё раз повторить ваш вопрос? Я говорю, ты говоришь, что он очень много берёт у тебя энергии в плохом ключе, ну, в том плане, что ты после него такая... Да, и я после него такая немножко уставшая, ну, не в плохом ключе, просто после нашего общения я чувствую себя немножко... Ну, он тоже, я чувствую, как будто из меня выжрёт всё. Хорошо, тогда я... Давай у нас же честный разговор, раз уж ты смелая и вышла. Просто хочется, чтобы наша беседа была полезной для тебя. Какая вторичная выгода есть в том, что ты с ним сейчас? Ты имени потеряешь, ты чувствуешь энергетический спад после отношений с ним, общения. Какая вторичная выгода у этого всего? Это мой босс, то есть на работе, если грубо говоря. Это, ну, директор компании, в которой я работаю, если честно говоря. То есть, если я понимаю, что я сейчас с ним расстанусь, мне нужно заменить компанию, в которой я работаю. Так, разобрались. Ну, теперь становится всё понятнее. Если это твой босс компаний, который тебе, ну, грубо говоря, грубо говоря, нужно с ним быть для того, чтобы не менять, ну, из точки безопасности не выходить, да? Как ты считаешь, что ты работаешь в этой компании, ты защищена. А если придётся с ней уволиться, ты уже не защищена. Да, да, у меня есть такой момент. А зачем ты на его роль, если он тебе нужен как временный человек, да, персонаж, зачем ты вообще навешиваешь на его, на ваши с ним отношения, изменяет он тебе, не изменяет? Есть ли разница, по сути? Не знаю, наверное, нет, но у меня, я не могу ему просто, наверное, полностью доверять. Так ты сама с ним не хочешь любовь до гроба строить? Зачем? Может быть, это могут быть партнёрские отношения? Тебя устраивает с ним быть из-за карьерного роста, его устраивает, потому что ты прекрасная, милая девушка рядом с ним. Почему вы тогда не позволите это? Почему? Тогда что? Не позволите это. Ну, например, ну, изменяет и изменяет, и там уж не собирают. Вот я как раз на это думаю. То есть я из такой, знаете, очень старой, ну, семистарой закалки, для которой это всё прям нельзя, ну, никаким способом. И я как раз думаю, вот все мне про это говорят, то есть, наверное, нужно это сейчас сделать. Тебе нужно просто по кусочкам. Я не за то, чтобы людей использовали, честно, это не классная энергия, но за честность. Есть понимание взаимовыгодных отношений. Тебе так комфортно, и ему так комфортно, и вы оба имеете право в таких отношениях состоять. И сейчас, если кто-то из подписчиков, хейтеров. У вас взрослых человек, у вас есть партнёрный союз. Если для вас понятно, что тебе нужно что-то своё, ему нужно что-то своё, и вы друг от друга это получаете, все счастливы. Не нужно лезть на человека и на ваши отношения все постулаты навешивать. И верным должен быть, и жениться должен хотеть. Тебе часто девочки говорят, нет, я с одним словом сама не собираюсь, но почему он меня не предлагает? А какая нафиг разница? Зачем тебе его предложение? Зачем ты усложняешь? Подумай об этом. Подумай, что ты хочешь отношения, построите ваши отношения. Так, господи, какие-то у нас мужчины залетели в эфир, разговаривают на своём языке. Прикиньте, выйти с ними в эфир, просто посмеяться. Просто они сразу сдуются. Ну что же, у нас куда-то заряда слетела, но пример вы слышали. Пример того, когда девушка не совсем понимает, что ей нужно от отношений, даже не может, ну как я это вижу, с двух слов до конца сформировать. А что я хочу от этого мужчины? А надо ли мне? Надо ли мне его вернуть в принципе? Ведь он там сидит и чувствует, что не надо. Понимаешь? Так это бывает. Кто ещё хочет выйти на разбор? Не знаю, это первый раз практика у меня, если честно, такая. Но давайте для смелых. Я думаю, знаете, на чужом примере всегда легче понимать и проводить параллели на свою жизнь. Поэтому я надеюсь, вам это будет полезно. Привет! Привет, Светлана! Здравствуйте! Я надеюсь, что решилась выйти в прямой эфир. У вас, мои вопросы сейчас для многих будут звучать. Милана, здравствуйте поближе. Проходила Ваш марафон, очень довольна. Ой, я приятно. Иногда приходит такой, наверное, этап жизни, что вроде бы как всегда себя держала под контролем, то есть свои эмоции, да, то есть я понимала, что, после чего, всю последовательность, как-то контролировала себя, свои эмоции. Ну вот, наступает только какой-то период сложный. Сейчас я прям такая вся опустошённая, немножечко неполадки в личных отношениях и не знаю, как правильно себя вести. Наверное, было бы правильнее начать с цифр. Он 2-1, и опять 3. О, Боже. 33 у нас, в принципе, уже вступил, то есть, да, больше миссия. Ну и год один у меня, год два самого сомнительного человека, в принципе, ещё больше сомнений во всём. Штармит его двойку тоги. Что-что? Штармит его. Штармит просто безумно. Честно, в некоторых ситуациях я не могу понять вообще. Вот именно той решительности не хватает, наверное, когда человек, ну, не внутри семьи, да, вне семьи решает абсолютно любой вопрос. Вопросы, и идёт вот такая, скажем так, некая трещина в наших отношениях. Так как ты знаешь своё число сознания, это число сознания 5. Да, борьба. Люди, которые пока находятся в Энго, вот я как-то вела эфир, жизнь постоянно будет сталкиваться с тем, что для них больнее всего. Логики и последовательных действий. Этот человек лишь отражение, я сам, как называется, в театре, как-то не карикатура, а как они вечное слово забывают. Я не знаю почему. Билан, вы срываетесь, честно говоря, я немножечко плохо вас слышу через слово. А, меня всем плохо слышат? Или это? Да, я слышу, сейчас слышу. Угу. Угу. Так, сейчас слышу. Так вот, как пятёрка, пока будешь находиться в рамках своего эго, будет, что происходит в Энне, простанство всё-таки сталкивается с тем, что нет логики. Непоследовательная реакция. Тебя будет сходить это с ума. А, подождите, я в эфире, эти вопросы я меняю, потому что из-за них говорят. А, не говорите одновременно, мне сказали. Так, я выключу комментарии, не будем говорить одновременно. Окей, Катя, пиши, моя помощница смотрит. Вот. Поэтому этот товарищ проявляется сейчас таким образом для того, чтобы тебя учить, что жизнь, она нелогична, что всё может быть непоследовательной. И это нормально. Жизнь, да, её логичность, это только в твоей иллюзии. Тебе кажется, что последователи, мы столько встречались, вот теперь пора делать предложение. У нас немножко всё глубже. Мы прям со школы, можно сказать, там, я с класса восьмого, он с десятого вместе, в итоге поженились. У нас двое взрослых, уже достаточно детей. Жили вообще 15 лет, скажем так, совместной жизни уже, ну, семейной жизни нашей. Ну, вот, я никогда не принимала такое серьёзное решение, скажем так, отдалиться, что ли. Как говорится, чаша переполнена, что ли. Были много разных ситуаций, может быть, тоже для кого-то это было бы следствием, там, может, развода, ухода, в общем. Но я старалась, скажем так, как можно больше, лучше сохранить отношения, сохранить семью, тем более, когда есть и дети. И, в принципе, как бы, как наше окружение говорит, мы одна из показательных семей, но внутри семьи я как бы так не считала. И вот когда всё переросло немножечко во что-то больше, я не знаю, либо мы как-то изменились, повзрослели, я не знаю, что это, что за этап какой-то жизни, мне пришлось принять такое какое-то кардинальное решение для себя, либо изменить, либо свыкнуться. Но я решила пока что, скажем так, ну, наверное, возможно, это что-то изменит, я не знаю. Как давно это решение в твоей жизни? Неделя. Нет, к этому я шла, может быть, из года в год, накапливая какие-то разные моменты, которые там оставили осадки у меня в душе, да. И, ну, сейчас уже, скажем так, просто поняла, что чем дальше, тем может быть что-то больше, тем больше переступления границ как-то, да, и, ну, ни во что-то лучше это во всём влияется, поэтому решила, что всё-таки, наверное, либо сейчас, либо я уже потом, наверное, никогда не решусь на такое. Хорошо. Давай договоримся, что мы даём дорогу времени и не ставим себе план, что человек обязательно должен заплясать по нашему, такими движениями в то время и в таком ритме, в каком я определила. Это важно. А в это время я тебя попрошу подчинить радикальную любовь Кулина Типпинга. Там очень много... Я читала. Читай ещё, ходи, купи аудиоверсию, ходи, ходишь. Да, я сейчас заставляю буквально себя, хожу с утра в зал. Конечно, у меня вообще ни сил, ни желания нет это делать, когда я каждый день, в принципе, хожу, с удовольствием тренируюсь. Сейчас нет этого желания. Я приезжаю только для того, чтобы походить на дорожке, ну, минимум 6 километров, я как-то могу осилить, скажем так. Ну, дальше уже по накатанной, по занятиям детей и, в общем, в принципе, всё время беготнее. Я думаю, что, ну, больше шагов как бы у меня получается, но конкретно, ну, с утра вот 6 тысяч, это вот спокойно я должна обязательно. Я думаю, что, возможно, если бы я не ходила, не заставляла себя, немножечко по-другому бы на всё реагировала, но всё равно сложно, очень сложно. Я думаю, ты бы его уже убила бы. Я думаю, он бы убил. Может быть, может быть, очень сильно какое-то разочарование и какие-то ожидания, которые не совпадают с реальностью, хотя бы, казалось бы, уже столько лет вместе, да, пора бы было бы, скажем так, уже понимать, что после чего. Я думаю, тебе очень подойдёт практика, которая будет на моих вводных уроках, они уже скоро будут доступны. До конца февраля его не убивай. Да. А мы сейчас, ну, пока сейчас, как бы, ну, не вообще, не скажем так. Отлично. Вот в конце февраля, когда будет ввод, посмотри, там я даю одну практику, очень классная. Ты удивишься. Да. А пока думай так, как бы я себя вела, если бы в этой ситуации была, если бы он не был таким. Вот просто, какой бы была я, какое было бы моё внутреннее состояние, какие вещи в течение дня там себе ставила по плану. Живи жизнью, какой бы была, если бы этого не было. Ведь сейчас не испытывала. Посмотри. Может быть, ты будешь спускным механизмом, который... А тут вы навлечены, а тут он навекся, и в той речке утром встанули два барана. Попробуй. Дело в том, что я, как бы, ну, очень много, в принципе, всего изучаю, разных практик прохожу, как бы, да, и в первую очередь в каких-либо проблемах ещё, ну, задаю вопросы себе, непосредственно в себе ищу, скажем так, проблему, скажем, да. Но здесь у нас, как бы, помимо наших личных, есть ещё, ну, какие-то другие... Мне не хочется в прямом эфире обо всём этом, как бы, так афишировать, говорить. Вот, но есть проблема извне, которая влияет на наши личные отношения тоже. Ну, и, естественно, это вот ухудшается с каждым годом, что ли, всё больше и больше. То есть я хочу сказать, что вроде бы как я могу посмотреть на ситуацию по-иному, уже более там, да, вот обдуманно, но, возможно, это ничего не изменит, потому что, ещё раз говорю, есть лица, которые всё равно не меняются. Ну, принимайте решение, ну, просто как бы ты так абстрактно говоришь, да, и мои ответы не будут абстрактными, мне тяжело что-то рекомендовать, но... Если ты знаешь, то есть внешний, который 100% работает на разрушение ваших гармоничных отношений. Есть две вещи. Лишь вы их отстраняете, либо вы меняете нарушение, так, чтобы он вас не разрушал. Третье, просто не существует. Нет существующих... Я знаю пример, допустим, родственников, которые могут доканывать кого угодно из моей семьи, меня они абсолютно... Знаешь, почему? Я не воспринимаю их. Просто вот... Они хотят... Ну, это их манера. Дело в том, что касаемо меня я тоже могу их не воспринимать, но есть ситуации, которые влияют на его отношения ко мне. Уже касаемо наших личных отношений я воспринимать, ну, естественно, начинаю по-другому. Поэтому, ну, здесь немножко... Правильно делаешь. Когда он выбирает чужое мнение против тебя, да, с кем-то дружим, да, его выбор. Так что ты правильно делаешь, что ты считаешь, что это не... Потому что это все равно, что тебе сейчас сядет подружка и будет выбирать про него. И ты начнешь слушать ее, а не... Это выбор человека. Это выбор слышать, слушать кого-то там и научиваться. Если у вас между вами все хорошо, и ты работаешь на это, и он, и вы между вами у вас все отлично, чтобы ему кто-нибудь припевал, ему припевают на те вещи, которые, значит, вначале где-то не пикаются или с чем-то он не согласен. Понимаешь? Например, я не согласен никакого третьего человека вообще. Есть только мое мнение о моем муже и о наших отношениях. Если мне... При нормальных гармоничных отношениях в принципе так и должно быть, я понимаю. Есть сотни девочек, которые всех своих подруг затаскивают между ними и мужьями, свою маму затаскивают, чужих мам, соседок. Что они этим делают? Они ставят людей между... Это их выбор, и они рушат своих. Этого делать нельзя. Более того, надо начать хвалить, возвращаться и всем рассказывать, какой он... Это позиционирование за мужской имидж отвечает женщина возле... В этом случае мне бы хотелось добавить, что возможно... Ну, невозможно, я на 100% с вами согласна, потому что мы начинали с ним с нуля. С нуля это вот прям вот про нас, скажем так. И достигли в принципе достаточно нормальных высот, скажем, по нашему уровню. Мы живем хорошо, мы путешествуем. У нас в принципе нормальная семья была. Вот. Я хочу сказать, что, естественно, это не только заслуга умелого мужчины и, ну, как бы, наверное, все-таки любящая женщина, верующая в него, скажем. А ты продолжай оставаться такой. Будь его лучшим другом. Не его родственница, которая ему шепчет, а ты. А если у него выбор в другую сторону, это тоже его право. Если ты читала радикальное прощение, родительная любовь, то ты в курсе, что тоже есть какой-то срок у отношений. Возможно, это кого-то перерастает, поблагодарили, пошли дальше. Там и нет ни в чем. Все не так страшно, если к кому относиться спокойно. Ну, вот именно спокойно, когда, да, ты понимаешь, что ты делаешь, что ты говоришь, но есть же ситуации, которые просто сбивают с толку и относиться спокойно как-то не очень получается. Он будет получаться. Просто работай над эмоциональным фоном, здесь сейчас больше всего это тебе надо. Я благодарю тебя, закругляет, мы так и садим. Типа что-то, что-то вокруг тебя. Спасибо, спасибо, Мила. Ага, до свидания. Так, ну что ж, я продолжаю, наверное, пять минут, если есть какие-то вопросы, я сейчас открою, включить комментарии. Если есть какие-то вопросы, я прям пять минут отвечу на что-то очень животрепещущее. И пойдём дальше в свой быт, в свои приятные вечера с милой. Так, есть? Спасибо за сотни лайков, на самом деле очень такой немножко разрозненный эфир получился, но на что успевала отвечать на то и отвечала спасибо. Нет, давайте не по числам сознания, а конкретно по какой-то проблеме в отношениях. Я бы хотела вот просто одним ответом можно ответить сотни людей сразу. И это очень круто. Сто лет у меня не было. Милана, как в 44 поверить в себя вновь? А какая разница, во сколько лет в себя поверить? В 20, в 65? Какая разница? Никакой разницы нет. Оставьте календарь в покое. Представьте, что вам 20. Пожалуйста, скажите так, про пионы не сейчас, а еще пионы, пионы. Ладно, про пионы рассказывают, что это история привлечения мужской энергии в жизнь. Мне на Бали, когда я находилась, сказали о том, что я встречу мужа, притудила мечты, помогу очень много женщинам на земле, так и сказали, и что ко мне придет слава в 33 года. Когда мне это все рассказывали, я была на дне, я не могла поверить во все это черт, что, да, еще через полгода, когда ты знаешь, что у тебя дочка, в общем-то, да, и через полгода так и было. Ну, когда я уже к тому моменту, когда я поняла, что я беременна, я уже не сомневалась, какой будет пол, потому что совпало все. И вот этот мужчина, целитель Олег, у меня с ним был на сайте у меня практика, он мне сказал, повесь картину с пионами, и конкретно мне он объяснил, какую. Я иногда подумала, он, конечно, чушь несет, но картина кушать не просит, повешу туда, куда нужно, такую, какую нужно. через полгода я ему звонила и говорю, я не поняла, это как все работает, это реально работает, он, кстати, сказал, как выйдешь замуж тогда, эту картину подаришь незамужней девочке, что я и сделала кому-то из тех, кто пришел на мое живое выступление, я подарила. Пион — это символ мужской энергии, он действительно привлекает мужскую энергию в жизнь, но что важно, если ты не работаешь над своим сознанием, над своим восприятием мужчин, тебе будет привлекаться мужчина в жизнь. Но вопрос, что ты с ним построишь, очередной печальный опыт или счастливый хэппи-энд? Это важно отслеживать, поэтому, когда у меня марафон, гармония жизни все проходят, такие, а, картина с пионами, я знаю, где ее заказывать, так, вы мне скажите, куда вешать, все. Я говорю, нет, девочки, работаем с головой, а картину мы вешаем только вдобавок, а не в место. Так что, все любители волшебных таблеток знаете, что первостепенно, а что второстепенно. Кстати, по картинам с пионами, я вот сторис сейчас повешу, есть галерея, которая знает, какие картины кому надо рисовать, доказывайте у них, они ее отсылают куда угодно, можно у них нарисовать, можно в онлайне с ними порисовать, можно заказать готовую, вам пришлют, и вы мне пишите в директ, я вам скину, куда вам нужно повесить. Тарп, сейчас вы, что я привелась в твоей жизни. Про уроки, которые будут вводные, они действительно скоро будут, в конце февраля, я надеюсь, я уже загружу на ГЭД-курс, следите за сторис, следите за моими постами, и вы сможете пройти вводные уроки, где я более собрана, а не как сегодня, говорю правильные, правила движения энергии в паре, где я рассказываю о практиках, которые очень помогают от обид избавляться, и привлекать их вновь в новую жизнь, поэтому надеюсь, эти уроки будут для вас суперполезными. У женщины есть возможность наладить, а вот если муж ушел в другой, но не разводится, как быть? Ну, как быть? Я у вас спрашиваю. Вы развод не можете получить? Так это легко. Если дети через суд, если нет ребенка, сама идешь за... Что именно? Как быть? Как вернуть мужчину, который с тобой быть не хочет? Вопрос. Зачем тебе это нужно? Все через вопросы самой себе. Что ты хочешь от этого мужчины, который ушел в другой? Но не разводится. Ай, зачем ему разводиться? У него все хорошо. Девочки, берите... Как сказать? Очень важно свою жизнь вернуть себе. Вот где ты в собственной жизни? Ты в центре, ты где-то сбоку с краю. Где ты в своей жизни? Он разводится, он ушел, он пришел. А ты что делаешь в это время? Я не знаю, вершись в свою жизнь. Это важно. Если он... Понимаете, это такое перекладывание ответственности. Если он вернется, то тогда мы не разведемся, то тогда... А если он вернется, то тогда что, мы зря разводили? Нет. А где здесь ты? Я постоянно задаю этот вопрос, когда ко мне на консультацию приходят. Где здесь ты? Чего ты хочешь на самом деле? Как быть, если у мужчины нет времени на вас? Все время в работе и просит не обижаться и говорит, все хорошо. Супер вопрос. Это будет на моих годных уроках как раз вот эта тема про качество мужчины. Нет времени и просит не обижаться. Послушайте на нем. Опять же, что такое все хорошо? Важно с человеком проговаривать, что для него хорошо, а что для тебя хорошо. Если у тебя полно свободного времени и твой запрос изначально проводить мужчиной побольше времени, ты такая берешь и сходишься с трудоголиком или который живет где-нибудь в Подмосковье, который не может выезжать там чаще, чем два раз в две недели к тебе, задаю вопрос, зачем ты с ним вступаешь в отношениях, если у тебя запрос с время проводить с мужчиной. Ну, вот, опять же, про мой пример. Мой муж жил за городом, работал за городом, был карантин, нормально, нигде, куда сесть невозможно, даже в парке погулять не давали. Но у меня как раз тогда был запрос, что мне не нужно 24 на 7 общаться с человеком, что мне нужно кучу свободного времени для себя самой. И сейчас мне нужно кучу времени для себя самой. Если мой муж на счет поставит, так, вот ты эфир ведешь, а теперь ты это, а теперь ты на встрече, я с ума сойду. Потому что моя жизнь, она, ну, в ней определенные вещи занимают определенное место и время. И я сразу позиционировала, какая я, как я живу, как я собираюсь жить. У человека много времени занимает работу. Либо ты его принимаешь так, либо ты ищешь себе у кого много свободного времени. Ну, подумай о последствиях этого. Я понял в институтские времена, если бы у меня был бы парень, у которого нет на меня времени, я бы повесилась сразу. Потому что я сама была бездельница. Начнем с этого. Наполните себя и не тратя время на мысли. Любят так. Мужчина говорит, что любит только тебя, вроде и поступки, но в соцсетях его интересуют другие. То есть подписывается. Как вы считаете, это приемлемо? Я считаю, что можно задать просто вопрос. Зачем ты подписываешься на эту девушку? Ну вот, чтобы что. Люди, говорите между собой, общайтесь, будьте честными, будьте прямыми, будьте уравновешенными, будьте серьезными. Не надо про себя делать выводы, молча злиться, а потом, а я его сейчас этим подразню, а сейчас я его этим выведу, а этим я его накажу. Ничего хорошего в этом нет. Как ухаживаете за волосами? Никак. Как набраться уверенности, чтобы познакомиться с парнем? Честно, это, конечно, моя, наверное, самая слабая сторона, потому что у меня много-много лет были комплексы, это я сейчас понимаю, что это комплексы, чтобы я первая познакомилась, чтобы я первая написала, чтобы я позвонила, если мы поругались, просто исключено, если я с человеком даже 10 лет встречалась бы. Да, вот такие были завихрения. На самом деле, это нормально написать первое, опять же, когда ты, когда ты уверена в целостности своей личности, что ты личный, что ты имеешь вес, что тебе вообще все равно, он посмеется с кем-то на тобой или это обсудит. Тебе это смешно, детский сад не твоего уровня, что люди подумают, я на него тут так смотрю, а в кафе подумают, вот шлёндра, как она от него не отворачивается, и что, что так будет. Дальше что? Снай себе цену. Я хочу, делаю, не хочу, не делаю, решай только я, что будет происходить в моей жизни. Я не буду туда-сюда ходить 400 раз в туалет мимо него и надеяться, что вдруг он со мной познакомится. Ты решаешь свою жизнь, поэтому камон. Если само собой гармонично и хорошо, можно ли так прожить всю жизнь? Можно. Если вам в итоге так гармонично и хорошо до старости, вперёд. так. Как даю свободу пятёрки? В прямом смысле. Я занимаюсь своими делами. Это я считаю спасение нашего брака в любом случае, потому что если бы я ему наяривала, он бы просто чухнул и убежал. Но это не то, что ему подходит. А если бы он был мужчиной двойкой, возможно, ему было бы мало меня. Ребята, уже давайте потихоньку сворачиваться, час пятнадцать. Давайте мы договоримся так. Я проведу второй эфир в продолжение темы. Подготовлю для вас наверное тематику предсемейной подготовки. Как важно любить и принимать мужчину через призму уникальности души своей, его, через уверенность в себе и спокойно идти дальше, несмотря на измену. Давайте мы это обсудим в четверг в это же время в девятнадцать тридцать. А то как-то долго получается. Да, всех целую. Спасибо, что были со мной на эфире. Подумайте о своих вопросах. Скажите, как загадывать сегодня желание. Я сегодня не успела ничего загадывать, честно скажу, еще даже об этом не подумала, хотя день для этого прекрасный. Как загадывать, я учила в блоге «Мечты сбываются», он долгое время был в доступе, смотрели бы и узнавали. Ребят, не пропускайте возможность, когда она открывается перед вами, потому что двери обязательно закрываются, электричка уезжает. Не имейте эту привычку. Целую, всем пока.